Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Мне очень нравится этот текст, хотя не всем кажется это вмещаемым для абсолютного принятия. Мне кажется, здесь столько драгоценного сокрыто в этих словах. Во-первых, написано об деле Божьем, Его дела всегда совершенны. Но не может Христос совершать несовершенно то или иное дело. Он принес Себя в жертву для того, чтобы соделать навсегда совершенными тех, кто к Нему приходит. Чтобы их соделать навсегда совершенными. И если Он имеет такую цель, я не сомневаюсь в том, что Он эту цель не может достичь. Он ее достигает. При одном условии, я одно слово не досказал из этого стиха, оно здесь записано. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными». Кого? Верующих людей. Да, верующих людей. Каких верующих людей? Освящаемых. Люди, которые идут путем освящения. Люди, которым не нравится грех. Люди, которые понимают, в какой особой, сложной обстановке они находятся здесь, на этой земле. Не хотят этого греха. Не любят грех. Уходят от него. И постоянно ревнуют о том, чтобы жить путем праведности. Чтобы с каждым днем наработать еще более и более в пути духовного совершенства. И они идут этим путем. И вот Господь для этих людей, которые противостоят греху, которым и грех не нравится, которые возлюбили Слово Божие, которые ревнуют о том, чтобы это Слово соблюсти в своей жизни. Это путь освящения. Таких людей садил Господь навсегда совершенными. То, что человек делает в немощи своей, он может преуспеть опять-таки при Божьей помощи. Почему Христос сказал, я живу и вы будете жить? Почему Он сказал, без меня ничего не можете делать? Потому что мы имеем во Христе постоянную основу жизни. Каждый раз, когда перед нами предстоят те или иные трудности, у нас есть блаженная возможность призвать Христа на помощь в прохождении нашего пути. Он даст нам силы, даст нам помощь, поддержит нас. Пройдем этот путь. Если только мы серьезно движемся к намеченной цели, и вот тогда вот этих людей, которые к Нему движутся, стремятся жить по-христиански, двигаться путем жизни, Христос навсегда сделывает совершенными. Поэта слова «совершенство» во-первых относится к духовной жизни. Но все наши стремления, которые мы должны как-то проявить в нашей жизни, относятся к проявлению духовного совершенства в наших конкретных поступках, делах, во всем том, что мы совершаем в повседневной нашей жизни. И вот это навсегда становится нашим глубокой верой нашего драгоценного Господа в Его служение, которое Он совершил. Такое славное и высокое служение по спасению нашему. И Он Его совершает при нашем желании, при ревности нашей ходить путем новым и живым.